У меня интересует конкретный вопрос, я хочу услышать на него конкретный ответ. Весь протокол, про который все говорят, да, и здесь конкретно указано, рекомендовать администрации Ангарского городского округа преступник выполнения аварийно-восстановительных работ по берегу, предприняя некапитального характера русской китой на территории СНТ Ясная Поляна за счет средств местного бюджета Ангарского городского округа. Мы, вот именно члены СНТ Ясного Поляна, хотим услышать конкретный ответ, будут ли эти работы сделаны, потому что нам, как бы, мало, ну, мы понимаем, все у вас есть какие-то, у всех там причины, все есть, но мы хотим услышать одно, будут эти работы или не будут. И у нас именно это не будет. Мы делаем все, чтобы эти работы были выполнены. Я вам пока так скажу. То есть нет. То есть нет. То есть нет. Правильно? Что? То есть нет. Сегодня денег в бюджете Ангарского городского округа нет. Ранее в правительстве Прибайкалья в целях принятия мер по предотвращению негативного воздействия воды реки Китой провели совещание, по результатам которого вынесли решение. Необходимо провести аварийно-восстановительные работы по берегоукреплению. Это решение прокомментировал заммэра Андрей Сафронов. Должно что-то быть построено, что-то построено, это построено должно принадлежать администрации или там, ну, какому-то уровню власти. Ничего в казне зарегистрировано на территории СНТ у нас нет. В то же время в ответе жителям СНТ на вопрос о принятии превентивных мер по недопущению затопления территории садоводства Андрей Сафронов сообщил следующее. Цитирую. По итогам проведенного 28 января текущего года под председательством губернатора Иркутской области Игоря Хобзева совещания принято решение о выполнении аварийно-восстановительных работ на береговой линии реки Китой за счет средств бюджета Ангарского городского округа и при финансовом участии членов СНТ Ясная Поляна. Конец цитаты. Далее сказано, что администрации АГО было предложено оптимизировать техническое решение, а также сметную документацию на выполнение аварийно-восстановительных работ на территории садоводства. Обеспокоенность жителей вполне оправдана. У Валерия Качаева в июле двухэтажный дом унесло наводнение. Теперь мужчина пытается добиться хоть какой-то компенсации за потерю дома, а также, как и все жители Ясной Поляны, понять, откуда и какой помощи им ждать. Минувший вторник на собрании общественного совета по проблемным вопросам города Ангарск он поделился своим мнением. Вчера мы были на приеме в мэрию и поняли, что мэрия ничего не хочет делать. Отговаривается, много слов, ссылок на какие-то документы. Спросили мы, представителей, а для чего вы нас собрали? А чтобы составить еще один документ и послать по этому же адресу, где ничего не делается. Пять лет прошло, как они начали обещать нам про это все. Фотон, они же обещали, что решат этот вопрос каждый год, каждый год. Ну, вот здесь уже сказали про 15 марта, не буду повторяться. А вот нынче такие снега, Ангара подперла китой, он сейчас уже высокий. С этой нашей погодой ничего не понятно. И если начнется паводок, вот, запросто может начаться, что по стране и в мире делается. И нас совсем смоют. Участок Валерий приобрел в СНТ в 2016 году. По словам ангарчанина, он собирался жить в своем доме еще долго и счастливо. У меня была дача, машина, еще здоровье осталось маленькое, чтобы наслаждаться, как сказать, жизнью на пенсии. Я заслужил, думаю, это, заработал. А тут вот все это так произошло. И куда я только не пишу, везде только отписки. И еще мне интересно, вот, за коронавирусом спрятались все чиновники. К ним не пробьешься. После наводнения к жителям приезжала комиссия, представители администрации Ангарска и областного министерства природных ресурсов. Тогда было обещано сделать берегу укрепления в октябре с расчисткой русла. Сейчас март 2021 года, а отписки до сих пор идут стопками. По итогу собрания Общественный совет по проблемным вопросам города Ангарска принял решение направить обращение на имя губернатора Иркутской области. Мы, посовещавшись с нашими товарищами, решили все-таки вклинить эту работу по тому, чтобы заставить наших уважаемых чиновников и наших всех этих вот именно более-менее внимательно относиться к нашим нужным, к нужным наших ангарчанинам, не так, как сегодня ситуация складывается. Ангелина Борисова, Алексей Резник. Новости 360 Ангарск.